Добрый день, меня зовут Евгений Ткачишин, я являюсь директором благотворительного фонда Альфа-Ник, а также отцом многодетной семьи, в которой воспитываются 10 детей. Я являюсь также родителем-воспитателем детского дома семейного типа. Троих детей мы родили, и семерых мы взяли на воспитание. Мы сейчас находимся на территории, которая посвящена детям. Здесь, на этой территории, запланировано проживание 40 детей-сирот в 4 семьях, то есть в 4 детских домах семейного типа. Вот карта нашего проекта, которую хочу вам представить. В нашем проекте есть несколько направлений. Есть забота о размещении детей-сирот в детских домах семейного типа, а также создание условий для их досуга и игр. В данном случае мы видим детскую площадку здесь. Наш проект рассчитан не только на детей, проживающих здесь, но и на детей, которые проживают в прилегающих домах нашего района. Потому что в окрестностях где-то в радиусе километра-полтора вообще детских площадок нет. У нас, слава богу, она есть. Вот здесь также запланировано футбольное поле, то есть спортивная площадка футбол, волейбол, баскетбол. Вот здесь вот надеемся, что Бог пошлет нам хороших, добрых людей и спонсоров, которые помогут нам этот проект, связанный с спортивным полем, реализовать. На данный момент на этой территории проживают три семьи, в которых проживает и воспитывается 16 детей. В ближайший месяц мы ожидаем еще трех деток, которые остались без папы и без мамы, и они вот обретут в себе новую семью, чтобы был счастлив в расти и воспитываться. Что Вы можете сказать по поводу обвинений жильцов прилегающих домов, по поводу того, что здесь едкий дым, который мешает им комфортно проживать? Что касается обвинений, мы их не выслушивали, то есть мы их не знаем, этих обвинений. Что касается тут запаха влеветкого дыма, у нас есть печка, которая работает на дровах, но, как мы знаем, от дров едкого дыма практически не бывает. Что касается запаха, кто его знает, тут есть и маслобойня, какие-то запахи бывают, что-то еще, поэтому ответить ничего не могу. Я считаю цивилизованно и честно, когда если у кого есть проблема, претензия, подходит и прямо говорит. А что еще по поводу деревьев? Вас обвиняют еще в том, что Вы спиливаете деревья во дворах, тоже прилегающих домов, и что на своей территории? То есть Вы занимаетесь, ну Вас обвиняют в том, что Вы занимаетесь незаконной вырубкой деревьев? Нет, мы ни одного дерева не спилили. Буквально на днях дерево, которое находится за забором нашей территории, упало на наш забор и, слава Богу, не порвало провода, в отличие от дерева, которое два месяца упало и порвало нам провода. И мы своими силами пытались их восстанавливать. Вот, поэтому мы убрали то дерево, занесли во двор, Вы можете посмотреть, мы купили дрова в лесхозе, и вот они лежат рядом с Вами, Вы можете посмотреть. Что касается вокруг нашей территории, то тут соседи там что-то вырезали, но, как говорится, то не наши проблемы, кто там что где режет. Поэтому желаем здоровья всем, кто пишет жалобы, лучше пусть приходят и говорят их лично.